МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награда герою запоршталевец Сергей Сорока, рискуя собственной жизнью, спас двух детей, провалившихся под лёд. Крупнейший налогоплательщик на металлургическом комбинате Запоршталь с рабочим визитом побывал глава фискальной службы области Алексей Ковылин. Помощь людям работники металлургического комбината Запоршталь систематически оказывают поддержку переселенцам с Донбасса. Награда нашла героя 22 февраля празднование Масленицы в парке Дубовой рощи едва не закончилось трагедией. Двое детей решили проверить прочность льда на местном озере и провалились. Спасение пришло от простых запорожцев. Четыре человека, не раздумывая, бросились на помощь. После того, как детей вытащили на берег, трое спасателей-добровольцев остались на месте происшествия. Четвёртый по-английски уехал домой. Руководство областного ведомства ГСЧС благодаря социальным сетям сумело найти скромного героя. Его зовут Сергей Сорока, работник металлургического комбината «Запорожсталь». О событиях в Дубовке говорит просто. Как отец двоих детей, не мог пройти мимо беды, в которую попали подростки. Вместе с ещё одним запорожцем Дмитрием Тимошенко Сергей бросился к детям. Но лёд был слишком тонкий, и спасатели сами оказались в ледяной воде. Девочка очень сильно кричала «Спасите мальчика, спасите мальчика». Я начал ребёнка выталкивать на лёд. Потом девочку начал на лёд. Дима в это время руками прорубывал лунку, увеличивал. Короче, ближе мы старались, ближе к берегу. Ну, это не знаю, сколько времени заняло. Минут, может, пять, шесть, семь. Чуть позже к спасательной операции присоединились ещё два человека. Работники одного из аттракционов прибежали с верёвками. Дети и двое взрослых смогли выйти на берег. Сергей Сорока говорит, сейчас из-за внимания к себе волнуется больше, чем в то воскресенье. Да вообще-то не было никаких сомнений. Ну, там дети. У меня двое детей, так что? Работники ТЭЦ номер пять, где трудится герой, говорят, гордятся поступком своего коллеги. Я горд за его поступок. Мы весь коллектив ТЭЦ, котельного цеха номер один, как узнали, это было в понедельник, утром сообщили. Ну, мы были, как говорится, очень в шоке. Сергею Сороку за спасённые детские жизни поблагодарил генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Я сегодня от имени всех нас хотел бы его поблагодарить за то, что он спас жизнь двух детей. Хотел бы его поставить в пример каждому из нас, что мы всегда, особенно в такое тяжёлое время, должны понимать, что беда может прийти в любой момент, и святой долг каждого из нас всегда прийти, помочь. За проявленное мужество Сергея Сороку поблагодарили и работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действительно, вот с такими людьми наша страна добьётся всего, что перед ней стоит. Какие задачи не стоят, я думаю, они будут. Сам Сергей Сорока говорит, самая большая награда для него – это то, что 22 февраля не случилась трагедия, и боль утраты не пришла в семьи детей, которых он спас. Комбинат «Запрошталь» остановил доменную печь номер 2 на расширенный капитальный ремонт. Основная цель – реконструкция объекта, восстановление ресурса и проектных характеристик, повышение надёжности доменной печи, улучшение качества продукции и повышение энергоэффективности. Доменная печь номер 2, на которой мы сегодня с вами находимся, была пущена в эксплуатацию после ремонта первого разряда в ноябре 2004 года. На сегодняшний день, отработав более 10 лет, мы остановили печку на ремонт второго разряда с элементами реконструкции. В данном ремонте будет задействовано Запорожское строительно-монтажное управление, службы комбината ремонтные, дирекция по инжинирингу, непосредственно доменной цехи. Капремонт печи предусматривает существенное обновление системы аспирации с целью улучшения экологических показателей работы производственного агрегата. В частности, после реконструкции улучшатся экологические характеристики по выбросам пыли из дымовых газов на выходе из печи. Запланирована частичная замена вентиляционных воздуховодов, также будет отремонтировано механооборудование, частично заменены фильтровальные рукава. Будут достигнуты показатели по выбросам в атмосферу, не более 20 миллиграмм на кубический метр. Сумма необходима для реализации проекта 200 миллионов гривен. Это значительное средство для комбината, который сейчас работает в сложных экономических условиях, как и вся горно-металлургическая промышленность Украины. Тем не менее, предприятие продолжает инвестировать в модернизацию оборудования, обеспечивать рабочие места и зарплату для работников подрядных организаций. На сегодняшний день все работы идут по графику, люди выполняют поставленные задачи. Мы планируем закончить ремонт в течение 58 суток, в соответствии с графиком, который подписал генеральный директор Шурма Ростислав Игоревич. И это нам даст в конечном итоге спокойно, нормально, с хорошей высокопроизводительностью, отработать 8-10 лет без ремонта. Общий вес монтированных на ДП-2 металлоконструкций составит около 1000 тонн, вес огнеупоров – 1500 тонн. Для выполнения работ на комбинате планируется задействовать около 1500 человек. На комбинате «Запорожсталь» Алексей Ковылин впервые. Начальник главного управления государственной фискальной службы в Запорожской области ознакомился с процессом производства. Ему показали новое травильное отделение в цехе холодной прокатки номер один. Его строительство – это в первую очередь вклад в улучшение экологии региона. Металл травим для того, чтобы производить качественный полотнокатанный лист. Линия в основном рассчитана на то, чтобы не производить никаких спросов в реку Днепр, то есть это экологический проект. Я хочу сказать, что мне как человеку впервые здесь присутствующему, у вас здесь очень глобальные процессы происходят. Еще один проект с учетом экологической составляющей – модернизированная доменная печь номер 4. В ее реконструкцию инвестировали около 600 миллионов гривен. Несмотря на те реалии сегодня, которые мы видим в стране, это общее падение производства, завод все-таки показал положительную динамику. Мало того, что немаловажно. Это сохраняя коллектив, мы сейчас видим, что многие предприятия останавливаются, идут сокращения. Завод не пошел на это, не сократил. Это говорит о эффективности предприятия. «Запорожсталь» – один из крупных налогоплательщиков. От его работы зависит благополучие сотен тысяч людей. «Запорожсталь» за 2014 год уплатила почти полтора миллиарда гривен в бюджеты различных уровней. Мы понимаем, что все эти деньги будут пущены на стабилизацию ситуации в Украине, на социальные проекты, на здравоохранение. Все то, что так необходимо нашей Украине сейчас. Алексей Ковылин уверен, государство и бизнес должны быть партнерами. Предприятия должны иметь гарантии своей стабильной работы. Дальше он поедет на «Моторсич», «Запорожкран» и «Стеклофлюс». Мы просим говорить о тех проблемах, которые сегодня беспокоят бизнес. И совместными усилиями преодолевать все эти сложности и проблемы, которые есть сегодня в нашей стране. Валерия с супругом приехали из Донецка в конце мая прошлого года. Сейчас многодетная семья живет в четырехкомнатной квартире на Хортицком микрорайоне. Воспитывают 10 детей, старшие 17. А это самая маленькая Диана, ей всего 5. Говорят, уже практически забыли о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Все эти события, которые с нами случились, они очень сплотили нашу семью. И несмотря на переживаемые нами сложности в бытовом плане обустройства, адаптации детей, медицинских каких-то проблем, связанных с переездом, с военными действиями, мы это все очень достойно пережили. Мы не теряем оптимизма. Самые маленькие сейчас готовятся к школе. В гости к многодетной семье наша съемочная группа приехала не с пустыми руками. Я смотрю, вам больше нравится писать, чем разукрашивать, да? Ну, они же в школу готовятся. Готовятся. Да, я буду. Мы же хотим в школу. Первый класс скоро. Я очень хочу в школу. Смотрите, 9, 10, 11, 12. Здесь раз, два, три, 4, 5. Не остаются в стороне от проблем переселенцев и работники промышленных предприятий. Помогает и комбинат Запорождаль. Работники привозят теплые вещи, медикаменты и продукты питания. Мы привезли и сладости, и продукты. Но самое главное, мы, наверное, ребята с нами согласятся, мы привезли хорошие эмоции. И в то же время сами почерпнули для себя очень много положительных качеств. Потому что у ребят горят глаза, у них есть желание танцевать, петь, плясать. И это очень радует и говорит о том, что у нашей страны действительно будущее перспективное, будущее оптимистическое. И все будет хорошо. Многие сотрудники комбината даже взяли опеку над семьями из зоны АТО. Говорят, кроме решения бытовых проблем, переселенцам нужна и моральная поддержка. Я их возила и на железную дорогу, мы катались на катере, мы посещали зоопарк. То есть, по возможности, мы не только продуктами им помогали, а я старалась их и вывезти еще в город. Чтобы они хоть морально немножко отдохнули от этих взрывов. Они салютов боялись. Такой поддержки семья Заритских рада. Поддерживают связь со всеми, кто им помогал. Более того, среди них успели найти и друзей семьи. Мы даже с ними совместно крестили детей, так что мы теперь породнились даже. И у нас уже такие дружеские взаимоотношения. Поэтому я надеюсь, что в любом случае, что бы ни случилось, у нас много хорошего впереди. У нас у всех много хорошего впереди, только нужно, естественно, верить и находить именно это положительное зерно во всем. На комбинате «Запорожсталь» большое внимание уделяется творческому и интеллектуальному развитию молодежи. Накануне во Дворце культуры «Металлургов» прошли соревнования по интеллектуальным играм «Что, где, когда». В эрудиции состязались 30 команд. Это мой друг Сережа Гарбанос. Он работает конструктором в механическом отделе, да, ПКУ. А это наш Денис. Сережа наш фаворит, мы только на него надеемся, потому что пока Миссун только дал правильные ответы. Ваня дает смешные ответы, тоже хороший парень, поэтому у нас всегда хорошая атмосфера. Основательная подготовка – залог успешной игры, уверены участники. Все подготовились, все читали, все узнавали. Всю информацию, которая могла бы быть полезна – книги, энциклопедии, интернет. По словам организаторов, главная цель мероприятия – развитие интеллектуальных способностей, умение работы в команде, расширение кругозора. Данная игра очень важна для комбината, поскольку эта игра объединяет людей с высоким интеллектуальным потенциалом, людей, которые постоянно развиваются в жизни, постоянно пополняют свои знания. И причем очень важно, что развивается во всех направлениях. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь сегодня победили, поскольку участие всех – сама по себе победа для комбината. Ну а приз пусть получит сильнейшая команда. Молодежная организация комбината делает все возможное, чтобы молодежь комбината «Запрошталь» была задействована в общественной жизни предприятия, а не только на производственных участках. Именно вот в таких мероприятиях происходит обмен мнениями, формируются настоящие команды, и по итогу ребята отстаивают интересы своих структурных подразделений. Традиционно турнир состоял из трех этапов. В течение игры конкурсантам было задано 36 вопросов, на каждый из которых участники должны были ответить за одну минуту. Набрав наибольшее количество баллов, победителем стала команда ЦГПТЛ. В подарок каждый участник получил сертификат на 1000 гривен в один из магазинов бытовой техники. Следующая игра «Что, где, когда» состоится в начале апреля. «Запрошталь» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok